Всем привет, друзья! На связи Андрей Гит, и как всегда рад вас видеть на своем YouTube-канале. В этом ролике мы с вами разберем очень нашумевшую на днях тему, это регулирование криптовалют в Российской Федерации. Я понимаю, что многие из вас, наверное, уже начитались очень много информации, кто-то что-то понял, кто-то что-то не понял, но я все равно решил немного подрезумировать для зрителей своего канала и вкратце рассказать, что хочет предпринять правительство Российской Федерации в отношении трейдеров, криптоинвесторов и криптоэнтузиастов. Также я расскажу, какие риски для инвесторов несет данное регулирование, ну и прокомментирую немножко каждый пункт, что я думаю. Поэтому, если интересно, обязательно досмотрите этот ролик до конца, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и давайте уже начинать, посмотрим, что для нас подготовило наше любимое и уважаемое правительство Российской Федерации. Поехали! Итак, на самом деле информации очень много, кто-то одно пишет, кто-то другое, я тоже перечисал очень много статей и наткнулся вот на такую вот, на РБК, здесь очень есть хорошая выжимка, написано прям, что предлагает нам Минфин. Итак, давайте первое. Первое, это организовывать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры. То есть, чтобы вы понимали, теперь, чтобы работать в белую с криптовалютами, вам нужно полностью все белые операции по вводу и выводу совершать через банк. То есть, помимо банка, где-то пользоваться каким-то обменниками, каким-то P2P платформами, которые не относятся к банкам, уже не получится. Тем более, там, если вы где-то меняете наличку, там, какие-то серые схемы, все это будет наказываться, все это будет штрафоваться. Теперь, если вы хотите в белую работать, нужно делать только через банк. Давайте смотреть дальше, как это будет выглядеть. Проводить операции с криптовалютами смогут физические и юридические лица. Здесь уже хоть какой-то плюс, то, что обычным физикам, так сказать, физическим лицам, студентам, каким-то обычным людям разрешили покупать криптовалюту, как мы любим, на маленькие суммы. Ведь юридические лица, понятное дело, там, какие-то предприниматели, какие-то большие бизнесы, им, как бы, ну, дорога вперед всегда в такие темы. То есть, они покупают, как правило, на более большие суммы. Но хорошо то, что и обычным людям, как и раньше было, можно покупать и инвестировать в криптовалюту. Как это сделать физическому лицу? Нужно пройти упрощенную, либо полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Как я понимаю, электронный кошелек, это и криптовалютный кошелек, и еще и банковский счет, который будет привязан к этому криптовалютному кошельку. То есть, естественно, если вы заводите, у вас должен быть криптовалютный кошелек, если вы вводите, то банковский счет. Чуть позже я немного поясню, потому что этот момент мне немного непонятен, и я вот в рисках его записал. Следующее. Клиентов физлиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Такие правила уже действуют сейчас. Неквалифицированные инвесторы должны проходить тесты для операций со сложными инструментами. То есть, если вы хотите на какие-то большие суммы, скорее всего, для неквалифицированных инвесторов, будут просто установлены лимиты. Например, вы там не сможете покупать более чем на 200 тысяч рублей в месяц криптовалюту. Ну, я условно говорю. Если вы хотите покупать на большую сумму, то, пожалуйста, сдавайте тесты. Я не думаю, что там тесты какие-то сложные будут. Скорее всего, ну, там какая-нибудь легкая будет. То есть, если вы инвестируете, давно тем более смотрите мой канал, то, скорее всего, тест в этот сдадите. Если хотите повысить лимит, в общем, становитесь квалифицированным инвестором. Следующее. Организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями. Ну, тут, скорее всего, Сбербанк точно будет заниматься этим. Считает Минфин. В их функционал, то есть, в функционал банка, будут входить контроль и отслеживание операций с криптовалютами. Ну, это, в принципе, естественно, так как все операции будут через криптовалютный кошелек происходить. Поэтому банк будет видеть все ваши транзакции. Контроль и отслеживание операций и выявление операций, проводимых в целях незаконной деятельности. Идентификация клиентов. Хранение информации о сделке в течение, как минимум, 5 лет. Предоставление данных по запросам в ЦБ, Росфин Мериторинг, ФИОНС, тут и другие различные государственные конторы. И банковское обслуживание участников сделки. То есть, будет храниться вся история по вашему криптовалютному кошельку. Будут проверки. Как это будет проверяться, пока непонятно. Это я тоже в риске записал, чуть позже скажу. В общем, вся история по вашему крипто-кошельку и счету будет храниться в банке. Для контроля и отслеживания операций с криптовалютами следует использовать сервис прозрачный блокчейн. Честно, первый раз слышу об этом в сервисе. И насколько он прозрачный, этот блокчейн, если это разработка российская, то я не думаю, что это разработка качественная. Это система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Тем более, разработку которой летом 2020 года предложил Росфин Мониторинг. Минфин предлагает применять этот сервис для выявления противоправных крипто-транзакций. Например, создать базу данных крипто-кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности, финансированием нехороших людей и т.п. Это тоже в рисках, я в конце видео обязательно скажу. Далее, за образец процедуры полной идентификации клиентов, Минфин предлагает взять швейцарский проект Аксиметрия. Ну, хотя бы где-то что-то качественное, ну, какая-то надежда есть, что что-то качественное все-таки в этой всей системе нашей в регулировании будет. Эта система собирает следующие личные данные. Имя, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспорт и данные, фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения виртуальных активов, то есть тот самый отдельный счет, срок действия, CV-код и т.д. Минфин также предлагает отслеживать информацию об устройстве. Вот здесь вот не очень хорошее, то есть это мне не нравится. С которого совершаются транзакции и данные о самих транзакциях. Дата, время, местонахождение и т.п. То есть пользоваться VPN для крипты, скорее всего, уже не получится. Иначе вы будете нарушать правила, что, возможно, приведет к каким-то дополнительным проверкам, к каким-то заморозкам счета, там, разъяснениям обстоятельств, объяснениям и так далее. Кстати, долю в этой оксиметрии купил Тинькофф, Тинькофф банк купил. Но сервис пока не работает с российскими клиентами. И, ну, надеюсь, ну, надеюсь, конечно, что работать будет, потому что, если будет что-то другое, то это будет еще хуже. То есть здесь, опять же, минус, да, то, что не будет, ну, нужно будет еще устройство свое, как бы, открывать, чтобы отслеживать устройство. Зачем это, совершенно непонятно. Следующее, Минфис считает нужным создать операторов обмена цифровых валют. Они могут обладать базовыми правами и работать по модели P2P-обменников между физлицами. Такими операторами могут быть юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами в соответствии с антиотмимочным законодательством и внесенные в реестр ЦБ. Они смогут проводить операцию с криптовалютами и денежными средствами. В общем, здесь все понятно. Следующее, на российском рынке в случае реализации концепции Минфина смогут работать и иностранные биржи цифровых валют. Ну, скорее всего, это будет Binance, первая биржа. Они уже открыли практически здесь юридическое лицо. Я думаю, что они уже открывают. Будут сотрудничать, скорее всего. Будет также она уполномоченная, будет проводить операции по покупке и обмену криптовалюты. Может быть, какая-то электронная площадка будет. И все эти данные будут передаваться организатору, то есть Минфину, как я понимаю. В России смогут, не смогут работать, не смогут работать биржи, которые зарегистрированы в странах, предоставляющих льготный налоговый режим. То есть платить меньше налогов никак не получится. И которые не предоставляют информации по финансовым операциям. Дексы отпадают. Если будете пользоваться Декс биржами, то вы будете нарушать, опять же, законодательство. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифрой и Генпрокуратурой. В сопроводительном письме к концепции Минфин также предлагает определить ключевые параметры осуществления майнинга криптовалют. Ну, по майнингу пока вроде как ничего нету. Я знаю только то, что студентов будут сажать в тюрьму, если вы будете майнить у себя в комнате в общежитии. Пока по майнингу ничего нету. А, кстати, вас будут отключать еще. По его информации, Россия занимает третье место по майнингу в мире. Теперь, друзья, давайте подытожим. Как будет выглядеть операция, если вы захотите купить, либо продать криптовалюту. Первое. Клиент проходит идентификацию и открывает электронный кошелек, счет у организатора системы объединенных цифровых валют. Ну, скорее всего, это будет Сбербанк, как я уже говорил. Ну, первый, да. Либо проходит идентификацию и открывает кошелек у обменника биржи. В том случае, кошелек должен быть привязан. То есть, все вы открываете, подтверждаете свою личность, все документы даете, создаете счета. Все, вы готовы к операции. Второе. При покупке, либо продаже криптовалюты, обменник или биржа сообщает банку информацию о криптовалютном кошельке клиента. То есть, ваш криптовалютный кошелек будет зачислен в общий реестр криптоинвесторов. Далее, банк проводит проверку. Не отмываете ли вы денежки, не финансируете ли вы кого-то там нехорошего, который хочет где-то напакостить. И затем на обменник дает подтверждение, обменник дает добро и зачисляет вашу криптовалюту на ваш кошелек. В информационной системе обмена своих валют формируется запись о совершении сделки с указанием суммы и номера кошелька. То есть, все, ваша сделка зафиксирована. В целом, правила вроде бы нормальные. Теперь давайте я расскажу, какие есть риски и что меня здесь очень смущает. Первый риск, и что меня смутило, я так до конца и не понял, это будет ли моя криптовалюта принадлежать мне. То есть, если эти вот обменники, банки, они будут только как бы как ворота в криптомир. То есть, я пришел, дал там свои данные, дал деньги, меня проверили и дальше мне зачислили крипту на мой кошелек уже. То есть, да, опять же, я его укажу, что это мой кошелек. Если дальше я смогу распоряжаться криптовалютой так, как хочу, то эта схема просто, ну вот, отличная. Просто отличная, я так скажу. Это очень хорошо. Но в некоторых ресурсах, источниках я прочитал, что криптовалюта будет храниться в банке. Если вы захотите продать, либо обнять криптовалюту, вы приходите в банк, подаете там заявку. Банк за вас продает криптовалюту, либо покупает. А вы как бы только соприкасаетесь с фиатом. Если у вас уже есть криптовалюта, то есть, вы должны там сообщить ключи банку, там свои передать и так далее. То есть, если вы не будете владеть криптовалютой, то это, я считаю, не регулирование. Это полный запрет криптовалюты. И это полное отнятие криптовалюты у людей. И это, да, никакого регулирования. Но, я надеюсь, такого не будет. Я надеюсь, что все-таки обменник, то есть, операция прошла, операция будет зафиксирована. А дальше вы уже наличный кошелек в свою криптовалюту получаете и дальше уже пользуетесь, как хотите. То есть, банки это как такие врата. Вот вывод. Следующий риск, какой есть. Обменник может обанкротиться. Допустим, вы какой-то обменник постоянно пользовались. Возможно, там вас на счету будут деньги и он может обанкротиться. И кто будет за это отвечать? Какие страховки, какие гарантии для инвесторов здесь непонятно. Третье. Это хранение информации меня смущает. В Российской Федерации не умеют хранить информацию. То есть, все данные сливаются, все прописки, данные о счетах. Вон сколько случаев, когда они валяются на свалке. Там сканы, информация о банковских счетах. То есть, информация в России, она очень хорошо перепродается, продается. И поэтому, ну, это не очень приятно для инвесторов. Когда твоя информация утекает третьим лицам. Четвертое. Система прозрачный блокчейн. Я не понимаю, как она работает, во-первых. И понимаете, если это искусственный интеллект, он может заподозрить вас в какой-то противозаконной деятельности. Если он заподозрит, что эта крипта участвует в противозаконной деятельности, то это может повлечь заморозку счета. И также это может повлечь уголовное наказание. Представляете, вы просто такой, ничего не делаете, живете своей жизнью, ходите на работу, воспитываете детей, инвестируете в криптовалюту. Потом, бам, вам приходит письмо в суд или в полицию. И говорят, что вы там финансируете каких-то нехороших людей, в чем-то замешаны. И начинается суд, и вам светит уголовный срок. И все это из-за какой-то системы прозрачный блокчейн, который работает на искусственном интеллекте. Это, ну, я считаю, очень большой риск. Пятое. Это повышение налогов. Сначала налоги могут быть маленькими. Когда всех возьмут под контроль, налоги могут повысить. И это будет тоже неприятно. Ну, и также здесь можно отметить дополнительные проверки. Какие-то постоянно, если вы захотите что-то купить, какая-то крупная покупка будет, например, на несколько миллионов рублей. Скорее всего, вас будут дополнительно проверять, откуда эти деньги. Начнут проверять частоту ваших крепленных транзакций дополнительно. Что, опять же, может привести либо к изъятию средств, либо к заморозке ваших счетов. Следующий еще такой момент. Есть такой риск. Если будет сложная экономическая ситуация в Российской Федерации, то могут официально приостановить обмен криптовалют. Допустим, криптовалюта очень сильно вырастет. Вы захотите ее вывести. И вам просто запретят. Есть такая отговорка, по-моему, в российском законодательстве. Это сложная экономическая ситуация. Либо вообще изъять вашу криптовалюту. Так же, ну, как было, по-моему, с золотом в каком-то году. Когда была сложная экономическая ситуация. То есть, у владельцев солода, так как их все знали, они были, ну, деаниномизированы, да, как это говорится. То есть, они все знали. И у них это изымали. Якобы во благо государства. Так вот. Вашу криптовалюту также могут изъять якобы во благо государства, во благо экономической ситуации. Поэтому, друзья, вот такие риски. И это еще не все риски. И, скорее всего, риски будут только увеличиваться. Потому что вся эта концепция, она еще пока очень сырая. И непонятно, как она вообще будет работать. Пока я вообще рекомендую выждать, подождать, как это вообще будет работать, когда это все это запустится. И уже потом, я думаю, будет более понятно, как конкретно каждому человеку, конкретно вам работать. И, естественно, меня волнует вопрос, будет ли криптовалюта личной, то есть свободной. Будет ли она конкретно на моем кошельке и смогу ли я ей также пользоваться. Опять же, друзья, я только за, чтобы работать в белой сфере, чтобы платить налоги, чтобы прозрачно работать, чтобы спокойно выводить, обналичивать, выходить в фиат. Но главное, чтобы это было полезно именно криптоинвесторам. Понятное дело, что государство тоже здесь имеет свою выгоду и им нужно налоги собирать. Но главное, чтобы это было полезно инвесторам. Если мы не будем владеть своей криптовалютой, то есть люди не будут владеть своей криптовалютой, то это я расценюю как полный запрет и отнятие криптовалюты у людей. Но я надеюсь, этого не будет. Поэтому, друзья, ждем внедрения законов и уже там будем по факту смотреть. Если ролик был интересный, обязательно поставьте лайк. Также я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Буду рад, если вы поделитесь, что вы думаете по поводу регулирования криптовалют. Какие у вас есть сомнения, опасения, мысли. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте обсудим вместе, подискутируем. Также можете присоединяться в наш телеграм-чат. Ссылка будет под этим роликом. Там высказать свое мнение, можем побеседовать там. Все мои контакты в описании. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю самое интересное об инвестициях и криптовалютах. Ставьте лайк этому видео. Я вам уже говорил. В общем, берегите свои деньги, берегите свои нервы, свою криптовалюту. Соблюдайте законы и увидимся в следующем ролике, друзья. Пока!